всем привет привет всем сегодня у меня в гостях канал наташа на кухне сегодня будем готовить мы сегодня приготовим с вами плов по узбекским казане на костре нам понадобится так что нам понадобится значит килограмм мяса мы уже порезали вот такие небольшие кусочки приправа для плова зира значит лук килограмм морковки килограмм сделаем один к одному 300 килограмм мы уже замочили и так значит игорь что мы будем делать давай давай тогда нарежу полукольцами лук и морковку да я нарежу соломку и морковку и так приступаем у нас получится очень вкусный тем более он на кастре в казане с ароматом вообще супер ты когда-нибудь ел такой плохо? нет, я буду пробовать будь пробовать да? ну вот замечательно морковку режем вот такими брусочками у нас как приготовиться на целом развалится такой страшно ничего там нет Наташ, попробую я привезу? да, давай нифига себе такой прекрасный пресс делает сейчас попробую на новенькой мой прям как бы вязнет в луке а этот прям вот четко режет сейчас покажу радио прикола он его ломает, где же итак, ребята, мы нарезали морковку лук нарезали приступаем к готовке у нас костер уже готов как бы уже ждет нас идем готовить да, идем готовить разожгли костер стол накрыли и теперь устанавливаем на огонь казан так, ставим казан и нагреваем его разогрелся заливаем масло масло примерно сколько? ну, где-то грамм 200 вот так вот в казан по бокам направляем масло чтобы казан был весь масло вот так смазываем все борта смазываем все борта смазываем все борта маслом да, вот здесь так, проверяем значит, готовили у нас масло к жарке просто луковицу опускаем сюда и она должна зашварчать это говорит о том, что масло разогрето в нужном режиме да, что можно сейчас будет уже кидать наше мясо так, луковицу поубираем и отправляем наше мясо туда в казан обжариваем мясо до золотистой корочки от всех сторон мешаем мясо, чтобы оно не подгорело так, мясо наше готово, поджарилось добавляем сюда лук и перемешиваем, да? да, перемешиваем ох, запах какой пошел шикарный друзья, вот эта печка чем хороша то, что дым попадает в казан тем временем окуривает наше блюдо и дает ему, придает пикантность цвет лука меняется на глазах так, лук у нас немножко поджарился прям чуть-чуть совсем схватился я добавляю морковку и все перемешиваем нам в итоге получается надо килограмм мяса, килограмм морковки килограмм лука, килограмм риса правильно? да, совершенно верно все идет один к одному и сейчас в данный момент нам надо что? добиться золотистого оттенка лука да, чтобы у нас лук прожарился вместе с морковью мы делаем зербак а морковка ужариться на сколько процентов примерно должна? ну, где-то процентов на 50 где-то так но она меньше будет намного перемешиваем лук с морковкой вот так то есть с боков в середину друзья, плов вот такой вот смотрите, какая вещь у нас изумительная запах шикарный сейчас мы от бортов соберем все это дело в середину таким образом дадим мы плову немножко вздохнуть свежим воздухом и так, ребята, добавляем приправу для плова мне здесь смесь и зира это примерно где-то по полторы ложки ну да, да, где-то так и тщательно перемешиваем, правильно? да, совершенно верно ох, запах пошел буквально две минутки вот так вот это у нас уже полный фезерват готовится вместе с приправами вот так и добавляем немножечко воды вот кассир работает на полную катушку прям вот так чуть-чуть и он немножко минут ну, минут 15 потомим вместе с приправами нашу морковь мясо лук цвет приобрел уже такого золотистого цвета все полностью наше блюдо окуривается дымом рецепт изумительный кулинарии это просто беспроигрышный вариант так, добавляем соли ну, вот я беру прям вот так вот щепотку соль по вкусу получается да, да, совершенно верно беру поменьшую моску как бы мне побыстрее работать вот так вот так и тщательно перемешиваем ребята аромат стоит слушай, где соседи? соседи скоро будут они уже ждут они смотрят да, да, да слушай, наверное так, еще буквально две минутки и будем засыпать рис итак зирвак у нас уже приготовился видите, какой он красивый желтого цвета морковь уже тоже в готовности полной добавляем наш рис рис мы замочили на час у нас стоял замоченный в воде рис у меня, кстати Игорь специально для плова это не простой рис распределяем по всему казану огонь делаем на самый минимум просто чтобы было прям угольки в нашем случае закрываем плотно дверцу и этим моментом мы как бы минимизировали угли добавляем воду достаточно воду до определенного момента это сколько примерно надо воду значит, смотрите добавляем так чтобы он еле-еле слегка но поверх на миллиметр два покрывал рис вот прям вот миллиметр два минимум так воды мы залили теперь мы добавляем один чесночок и можно добавить ну это на любителя ребят можно добавить перец прям вот так вот я добавлю зеленый острый и красненький вот так и накрываем крышкой накрываем крышечкой наш казан и ждем пока у нас вода выкинет вот этим самым мы понимаем что рис у нас уже приготовится за счет пара вода выкид за счет пара будет готовиться рис ничего лучше не бывает плов приготовленный на костре в казане в чугунном окуренный дымом смотрим наш процесс процесс по полной программе все убираем перчики из боков наш рис поднимаем середине вот 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 какой аромат стоит какой же аромат стоит вообще полки супер это большое спасибо надо дать должное как бы наташиной кухне каналу если бы не он такого замечательного блюда у меня бы не было бы это точно так накрываем крышкой ну еще буквально минут 10 и будем пробовать плов ну что наш плов готов проверяем вуаля красотища какая плов рисинка к рисинке супер цвет приятный ну что плов наш готов пришло делать дегустацию ну да пробуем да приятного аппетита спасибо что я могу сказать друзья салат даже не хочу пробовать не хочу хлебом закусывать прям во рту это слов нету наташ как на ваше впечатление супер да вообще просто рецепт обалденный очень вкусно очень вкусно рецепт такой шикарный друзья те кто еще не успел подписаться к нам на каналы обязательно подписывайтесь впереди ждет очень много интересного хлоп очень вкусный суперский готовьте по чутким руководством наташиной кухни был произведен такой вот шедевр друзья я никогда плохого не посоветую обязательно оцените лайком наташу кулинарный шедевр и канал Игоря Гладникова спасибо большое подписаться и лайк ну мы с вами расстаемся будем кушать плов потому что тарелка у нас а большая такая прям еще огромная нам хватит нам очень долго это хватит все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на наши каналы канал Игоря Гладникова и канал Наташа на кухне всем удачи пока всем пока 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 и